Друзья, всем привет! Я Любомир Борода. Это уже четвертый выпуск нашего проекта «Сиджу Пиджу». Я не вышел вовремя, а хотел выходить во вторник. Но это связано с тем, что мы с проектом, в котором я работаю, в маркетинге, выезжали в экспедицию для съемки новой коллекции. И, собственно, после экспедиции всю неделю пришлось, как бы не пришлось, это мы делали с радостью, всю неделю мы делали премьеры нашей коллекции. Поэтому какого-то времени для того, чтобы сесть вот так вот, попить спокойно чаю и общаться с вами, у меня просто физически не было. Сейчас я, наверное, выгляжу немножко уставшим, потому что уже пятница, как бы все премьеры закончились. Вчера мы сделали последнюю, порадовались, знаете, так облегченно выдохнули. И сразу накатила такая усталость. Хочется отдыхать, хочется поспать и ничего не делать. И для такого момента, сейчас все-таки пятница утра, надо еще поработать, хочется настроения. Я выбрал чайок летом от чайного пьяницы. Лето – это классный красный, очень вкусно пахнет. И когда вот мне именно не хватает настроения, мне не хватает какого-то волшебства, я пью красники. Ну, давайте сейчас его заварим и пообщаемся. Вы смотрите, какая это красота. Ну, это действительно очень красивый, очень ароматный и очень вкусный чай. И раз уж пошла такая тема, что я типа рекламирую чай, то хочу отрекламировать нашу новую коллекцию, над которой мы работали. Это коллекция «White On» от бренда «Сфастон». Вот, ссылочка будет в описании. Шмотки вот такие. Это хит сезона. Погнали! В сегодняшний выпуск хотелось бы поговорить о чайниках. Я не специалист по чайникам вообще. Вот. И когда-то на моем канале, не так давно, кстати, выходил выпуск «Как выбрать чайник», где мы с Димой чайным пьяницей и Димой доктором как раз обсуждали этот вопрос. И парни очень грамотно, очень хорошо, последовательно обо всем этом рассказали. Вот. И ссылку на этот ролик я обязательно оставлю. Вот, потому что там, ну, реально можно хорошо так изучить вопрос. По крайней мере, послушать классных парней, которые в этом шарят. Вот. А что касается проекта CGPG, тут просто небольшая выборка того, ну, что, значит, чайники для меня, чайники, которые есть у меня в продаже, и чайники, которые я могу рекомендовать, и почему, ну, как бы, и на что следует обращать внимание. Вот. Можно сказать так. Если мы откроем интернет и начнем смотреть в магазины с китайскими чайниками какие-то описания, то очень много есть материала, который, ну, такой, он создан с целью продаж. Во-первых, китайцы на всем пишут эсин. То, что якобы все вот эти чайники из эсинской глины. Вот. Но если отправлять эту глину на, как это сказать, на экспертизу, то, ну, мало в каких чайниках будет чистый эсин, и все равно есть какие-то и добавки, и клей, и какие-то там силиконы, и прочая шняга. Вот. Поэтому, если вы только начинаете, а у меня проекты для тех, кто только заходит в эту тему, да, кто только начинает интересоваться, ну, не для акул, которые чайники покупают в цене самолета, вот, а для людей, которые, вот, попробовали попить в типоте, а потом такие думают, они попробуют ли мне попить в чайнике, и вот как его выбрать, чтобы первое впечатление было хорошим, и я мог дальше наслаждаться, как бы, работой с чайником и подбирать себе что-то еще. Вот. Если рассмотреть в этом ключе, то чайники, которые есть у меня, которыми пользуюсь я сам, это небольшой ценовой сегмент, это ценовой сегмент даже до, там, 100 долларов, ну, есть некоторые чуть повыше, но это, вот, если смотреть в гривнах, да, это 1200, 2000, 2500, 3000 гривен. Это чайники не каких-то там супермастеров, потому что мастеровые чайники будут стоить намного дороже, но это чайники, которые хорошо заваривают, там, держат водяной замок, у них тертые крышечки, они классно сливают, и, собственно, все. Вот. Остальное уже зависит от того, какая форма вам больше нравится, и какой вид чай вы будете заваривать, ну, типа, что вам, ну, больше по нраву. Например, чтобы там он долго сливал, чтобы он быстро сливал, чтобы он как-то там был красивый, чтобы он был некрасивый, чтобы он был простой, чтобы он был непростой, и так далее. И, собственно, я, мне кажется, уже просто надо чая попить, чтобы я мог мысли свою сформулировать. Вот. На что я бы советовал обращать внимание вообще? Не гонитесь за магазинами или там продавцами, которые будут вам рассказывать, что чайник, когда вы купите, его надо варить в каких-то кастрюлях, обязательно в том самом пуэре, который вы будете из него пить, что там другой какой-то пуэр в этом чайнике заварить нельзя, потому что глина нарабатывается и так далее. Эти приколы на самом деле есть, но они точно не для тех людей, которые покупают первый чайник или второй. Вот. Потому что не каждая глина нарабатывается. Не каждая глина, которая нарабатывается, вам понравится. Вот. Не каждый там чайник из глины, которая нарабатывается, блин, выглядит прекрасно на свои деньги. Вот. И, соответственно, почему бы не взять там вот такой чайник, который классно заваривает, очень круто держит тепло, можно вот яичко сверху разбить, и оно побелеет. Ну, вот он реально очень горячий и хорошо держит тепло. Лист там постоянно находится в таком тёплом, так сказать, вакууме и всегда готов к работе, к взаимодействию с водой, заваривать вам классный чаёчек. И, например, для первого чайника, зачем вам глина, которая нарабатывается, если вы хотите пробовать разные чаи, зачем вам покупать под каждый отдельный чайник. Если, блин, ну, вы хотите пробовать много разного, и с этим может справиться один чайник, иногда два. Вот. И что ещё хочется сказать? Некоторые говорят, что там даже тысяча там или там полторы тысячи за какой-то маленький там глиняный чайничек – это дорого. Ну, тут уже вопрос в том, что, смотря с чем сравнивать, да, если вы постоянно пьёте чай, вы хотите его пить, как бы вы хотите, чтобы он был всегда с вами, ну, когда вы вышли на этот уровень, что вот вам, ну, вот у вас есть необходимость с чая, потому что вам это нравится, и без чая, как бы, вот уже как-то не так. То, соответственно, там тот же самый типот, ну, это немножко не та тема. Это удобная тема для того, чтобы где-то там заварить в офисе, потому что там, ну, может быть, нет возможности заниматься вот этим вот всем. Но никакой типот не заварит вам чай так, как заварит его чайник. Поэтому просто следует попробовать и понять. У меня, например, после того, как я познакомился с чайниками, типот стоит где-то на верхней полке на кухне, и, ну, я достаю его очень-очень редко. Раньше доставал его для того, чтобы в нем заваривать какие-то улуны. Вот. А потом там приобрел себе чайничек такой попроще, с легкими стенками и быстрым сливом. И, соответственно, улуны и шены стали завариваться в нем. Вот. Потому что, ну, это небо и земля, это другой уровень. Ну, как бы типот, это классно, да, вот. Ну, это такое походно-офисное условие. Вот. И, соответственно, когда вы берете себе чайничек, вы приобретаете себе не просто, как знаете, там, предмет посуды, элемент, который у вас будет еще с одной тарелкой дома стоять. Нет. Вы берете себе какого-то проводника, союзника, друга. То есть, это инструмент, который позволяет вам делать классный напиток, а напиток позволяет вам смотреть на мир по-другому. Вот. И, соответственно, тогда сколько может стоить такой товарищ? Если этот товарищ вам по душе, вам нравится, как он заваривает, вам нравится, как он там сливает, вам нравится держать его в руках. Вот. Ну, и вы от него балдеете, то он может стоить совершенно разных денег. Вот. И как больших, так и небольших. И тут вопрос, наверное, не цены, а ценности этого чайника. Ну, какую роль он играет для вас? И насколько он вам дорог? И сколько вы готовы за такой чайник отдать? И поэтому, когда вы приходите выбирать чайник, смотрите на чайник, в первую очередь, конечно, ну, вот как пишут, да, там, надо проверить водяной замок. Ну, это когда вы сливаете и нажимаете, да, там, закрываете дырочку, и струля прекращает литься. Еще бывает, чайник так переворачивают, и что крышка из него не падает. Вот это обязательно надо проверить. Но, поверьте мне, я стараюсь много путешествовать, кататься везде, везде, везде. И чайники всегда со мной. Потому что я очень люблю пить чай, я люблю заваривать. И я хочу показывать своим друзьям все то, что вижу я сам. И я не переворачиваю, говорю, ногами, и не смотрю, вылетит ли у меня крышечка или нет. Я просто в нем завариваю чай. И если, когда я завариваю чай и сливаю, у меня вот отсюда не течет вот это вот все, да, мне это, ну, я не заляпан этой водой, мне комфортно, ну, слив хороший, да, заваривает он хорошо, в руках его держать приятно, объем тот, который мне нужен, ну, как бы все, больше ничего не надо. Если он будет стоить 500 гривен, но он такой, значит, это классный, охрененный чайник, потому что он вам зашел. Вот, а можно купить за 20 тысяч гривен с красивыми цветочками, что его сделал мастер Хуи Ван Дюн Дюринбюн, и он будет вам, ну, как бы, во-первых, вы будете бояться его разбить. Во-вторых, вы там будете, ну, он еще может вам не зайти там той же формы или будет заваривать не так, как вам нравится. То есть, тут вот надо понять то, что вы выбираете инструмент, который вам будет делать классный напиток. И, собственно, и все. Поэтому не заморачивайтесь сразу над всеми вот этими эсинскими делами и варкой в кастрюлях и прочее, прочее. А просто берите тот, который смотрит на вас, который вам классно держать. И вот вы вот взяли его в руки и поняли, бля, это мой чайник. Вот чайники надо выбирать так. И да, прежде чем, например, запустить чайники в продажу, я все их пробую. Поэтому я стараюсь в каждом из них заварить даже чай, для того, чтобы понять, ну, насколько он, как он классно заваривает, как он сливает и так далее. То есть, чайник должен пройти тест. Поэтому тема про то, что вы взяли чайник, его надо ввести в эксплуатацию и в чем-то там, блядь, сварить. Зачем его ввести в эксплуатацию, если в эксплуатацию я его уже ввел? Потому что, если я его не введу в эксплуатацию, я продам вам просто кусок глины, который, возможно, очень хреново льет. Или фонит из-под крышки, или у него не пробита там ситечка до конца. Эти же моменты надо проверить. На то мы и классные продавцы, потому что мы продавцы не барыги, которые хотят на вас заработать, а мы люди, которые знакомят вас с миром чая. И помогают подобрать как чай, так и инструмент для его заваривания. Вот, запизделся. На этом все. Хорошего дня, классного чая, классных чайников. Обращайтесь. Всегда рад вам ответить, помочь. И так далее. Аривидерчи. Аривидерчи.